Есть одна комната, посвященная Мальтийскому ордену, где он принимал Мальтийский орден. Якобы Гитлер не смог ее увезти, потому что она гигантская, огромная. Здесь что ли, ну как-то по-домашнему. И здесь несколько веломаршрутов, можно покататься. Меняй своего железного коня на вот этого коня. Нет. Я один. Здесь вы видите? Субтитры подогнал «Симон» Так, мы здесь. Кафе, тройная липовая аллея, озеро. 12 дорожек, фонтанная дорога. Туалет больше дворца тут на карте. Стадион какой-то. А дворец где? Дворец вот где. Павловский дворец. Летняя резиденция императора Павла Первого. Как и подобает дворцу, вокруг парк, дорожки, деревья. Площадь около 600 гектаров. Есть речка, славянка. Закладывайте часа три на погулять. А еще лучше полдня. Гуляйте, любуйтесь, получайте наслаждение, чтобы никуда не бежать. Если хотите посетить дворец с экскурсией, это минимум час. Здесь у вас есть на территории прям веломаршруты. То есть вы только прошли турникеты, сразу же можно взять в прокат велосипеды. И здесь несколько веломаршрутов, можно покататься. Вот я своему мелкому сразу взял велосипед в прокат. Все, он уже усвистел куда-то, я не знаю, его и след простыл. Меняй своего железного коня на вот этого коня. Нет. Поедешь как император. Нет. Шальной император. И что, как круто? Ты видел, что тут несколько веломаршрутов? Нет. Есть разные веломаршруты. Строили эту царскую резиденцию около полувека. Кто были архитекторами? А их тут целых три поколения. Чарльз Кэмерон, Винченце Бренна, Джакомо Кваренге, Андрей Воронихин и Карло Росси. Посмотрите на территорию вокруг дворца и представьте себе 18 век. Долина реки Славянки. До Санкт-Петербурга 30 километров. В самом Питере проживает около 200 тысяч человек. Здесь были две небольшие финские деревни, окруженные лугами и пахотными полями. Императрица Екатерина II в этих местах отдыхала. Как отдыхала? Охотилась. Приезжала из царского села по прямой около 5 километров. На берегах реки Славянки в лесу стояли два деревянных домика, известный как Крик, который позднее сгорел, и Крак, который был разобран в 1929 году. Домики использовались для кратковременных привалов во время охоты. Крак, который был разобран в 1929 году. 12 декабря 1777 года по случаю рождения своего первого внука будущего императора александра первого императрица подарила эти земли своему сыну князю павлу петровичу буквально сразу в течение двух лет здесь строится два небольших дома полуст дословно павлова утеха для павла соответственно и мариенталь марина долина для его супруги марии федоровны в 1779 году екатерина вторая приглашают в россию шотландского архитектора чарльза камерона с идеей создания римских терм в царском селе здесь колоннада за озером его нужно обойти там мост по которой сейчас едут машины выше дворец из дворца я спустился и здесь через мост кентавров холодная ванна что это такое это ванна по сути здоровая и там мылись прикол в том что до середины 19 века водопровода канализации не было то есть воду сюда таскали крестьяне здесь именно не было водопровода где-то там дальше может и был но вот здесь вот в павловске не было камерон не участвовал в строительстве павловского дворца у него были более важные задачи в царском селе баньку надо было для екатерины второй делать но он разработал общий проект дворца в паладеан скам стиль что за стиль такой если коротко посмотрите на дворец это изящные формы симметрия пропорции колонны пилястры собственно вот строится большой дворец создается парк и все это становится эдакой загородной виллой павел предпочитает гатчину в качестве своей на резиденции и дарит все это дело своей жене марии федоровне очень неплохой подарок по моему про гатчин у меня есть отдельный выпуск посмотрите по ссылке в описании уверен что вы оцените как оценил когда-то павел и мне еще гид приятная дама такая здесь есть еще одна тайна тайна екатерина вторая заказала себе здоровенную ванну из гранита цельного куска высотой она выше чем я это ванна потом во времена там военные было понятно там все раздолбана но якобы гитлер не смог ее увезти потому что она гигантская огромная и якобы сейчас там туров нет но она вот где-то там заброшенном месте стоит короче можно проехать ее найти и посмотреть мне сказала она екатерина я специально заказала сделала чтобы потом кувыркаться там со своими фаворитами а что есть в самом дворце здесь собрана коллекция мебели в том числе привезенные супругами из-за границы уникальная коллекция часов их здесь около 150 напольные настенные настольные есть астрономические есть музыкальные столы из красного дерева и бронзы письменные принадлежности к созданию некоторых приложила руку сама императрица мария федоровна здесь есть и туалетный набор врученный марии федоровне французским королем людовиком 16 вот ваш туалетный набор сколько входит предметов хороший повод написать в комментарии а вот в этот наборчик входило целых 72 предмета и не простых а изысканных включая даже чашки с изображением ну естественно самого лютовика 16 и мария антуанетты вот на будущее вам отличный вариант подарка хотите что-то подарить любимому родственнику дарите набор чашек со своим портретом пусть родственник радуется вам интересно вообще что включал себя царский туалетный набор все что нужно было дамам 18 века плаконы для ароматных масел маленькие баночки для хранения румян помады и кремов ванночка для промывания глаз и лопатка для чистки языка и множество других деталей которые вы сейчас можете увидеть если зайдете в залы дворца павел 1 был избран магистром мальтийского ордена и здесь когда вы посещаете дворец внутри когда проходите кучу этих комнат есть одна комната посвященная мальтийскому ордену где он принимал мальтийский орден и там даже наверху в центре наверху есть герб мальтийского ордена пару слов о самом путешествии павла и марии откуда все это ввезенное добро 1781 80-м годах гран-тур павла первого так называется все это дело путешествуют они под прикрытием как граф и графиня севера дюнор то время павлу петровичу было 27 лет а его супруги 22 екатерина вторая придавала огромное значение этому мероприятию отправляя своего наследника в европу она стремилась продемонстрировать своим просветительские убеждения и влиятельность своего правления королевским дворам свиту павел собирал себе лично и туда вошли генерал николай салтыков супруга и князь николай юсупов священник андрей самборский настоятель русской церкви в лондоне врач карл круза друг детства павла князь александр куракин чтец и библиотекарь павла федор фон клингер фрейлины марии федоровны борщова и нелидова что посещали австрийская империя ватикан несколько итальянских государств и франция маршрут их включал в себя и двухнедельное пребывание у родителей марии федоровны герцога и герцогини вюртембергских на их фамильной усадьбе в княжестве монбельяр тут если вдруг вы не знали мария федоровна урожденная принцесса софия мария доротея августа луиза вюртембергская родилась в штатинском замке как кстати и сама екатерина вторая а Ну, знаете, я впервые на территории Павловского дворца, всего этого парка, и мое первое мнение, что, ну, знаете, здесь, что ли, ну, как-то по-домашнему, как-то по-другому я не могу это описать. Первый момент. То есть, если, допустим, в других дворцах, в том же Петергофе, огромное количество людей, огромное, и то есть ты пытаешься там сфотографировать, немножко, да, такая неуютность из-за этого, очереди везде, то здесь просто вот, ну, как бы, если отдохнуть, погулять, тебя никто не толкает, ты в этих очередях не стоишь, быстро билетик, кстати, цена в три раза дешевле, да, то есть, чтобы зайти сюда, я отдал 150 или 200 рублей. Ну, короче, я даже, это незаметно для, для кошелька, могу себе позволить, понимаете? Можно гулять и тихо, спокойно, вот, я один, здесь вы видите, нет, ну, как бы возле дворца там люди, конечно, есть, но все равно здесь нет таких толп, как вот в хайповых, в хайповых дворцах, в главных дворцах, да, в том же Петергофе. Что начинает делать Павел после своего гран-тура? Он начинает проектировать свою будущую резиденцию. Павловск подарен жене, надо, как бы, что-нибудь и себе забацать. Над проектом будут работать 12 лет. Вообще, зачем ему нужен был еще один дворец? А в нем он планировал скрываться от преследований и дворцовых переворотов. Собственно, судьба и сыграет с ним злую шутку именно в этом замке. Я думаю, вы поняли, что мы отправляемся в следующий замок. Тут становится интересно, а каким вообще был Павел Первый? Товарищ он был довольно противоречивый. Правил он недолго, с 1796 по 1801. С одной стороны, он пытался ограничить барщину и улучшить положение крестьян. Это вызывало поддержку простого населения. С другой стороны, он был склонен внезапно менять законы из-за своих прихотей. А кого он считал недостаточно верным, мог репрессировать. Конечно, это вызывало недовольство и страх. Многие представители дворянства и высшего сословия были недовольны его усилиями по ограничению их привилегий и власти. Павел пытался укрепить центральную власть и ограничить влияние дворянства. Кроме того, его кошмарило в отношении внешней политики. То соперничаем с Францией, то дружим. И что дальше? Заговор и убийство. Тут вернемся ко дворцу. Павел строит дворец, в котором он и будет убит. Михайловский замок. Мы с вами в прекраснейшем месте. В центре Санкт-Петербурга пешком дойти можно до Спаса на Крови, Эрмитажа, Петропавловской крепости. Хотя дворец этот мог стоять и в Гатчине. Павел рассматривал ее как вариант. Общая идея создания замка и первые черновые планы для него были разработаны самим Павлом. А кто еще был привлечен для разработки проекта помимо него? Баженов, Винченцо Бренна, Карл Росси, Чарльз Камерон, Джакомо Кваренги. Баженов, правда, был снят с работ по причине высказанных им критических замечаний к Павловскому проекту. Для ускорения строительных работ были использованы материалы, переброшенные с других стройплощадок. Включая декоративный камень, колонны, фризы и скульптура из царского села и академии художеств. Мрамор и другие материалы, включая фриз с надписью, были доставлены со стройки Исаакиевского собора. Павел, вступив на престол, тут же приказал заморозить мамкины проекты. Посмотрите на третий проект Исаакиевского собора Ринальди. Вот так он должен был выглядеть. А еще лучше посмотрите мой отдельный выпуск про архитектуру Санкт-Петербурга и Исаакиевский собор. Интерьеры. Тут тоже все по-царски. Здесь произведения крупнейших русских художников той эпохи. Акимов, Мартынов, Угрюмов, Шибуев, даже англичанин Аткинсон, проживавший в то время в России. Расписывали не только холсты, но и потолки и стены. К росписи привлеклись Карл Скотти, Антонио Вигги, Франциск Смуглевич, Иоган Маттенлейтер. Все это громкие имена того времени. Что происходит после того, как император туда переезжает? Он живет там 40 дней. После чего его убивают в его собственной спальне. Друзья, спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравился данный выпуск, поставьте лайк, напишите комментарий, что вы думаете по всему этому поводу. И не забывайте подписываться. В следующем выпуске я расскажу вам еще про несколько дворцов Санкт-Петербурга. Также переходите на мой второй канал Smart Education, где я рассказываю о зарубежном образовании, путешествую по разным странам и посещаю учебные заведения. Если вам интересна тема учебы за границей, обязательно переходите, подписывайтесь и смотрите выпуски.